Козел отпущения В книге Левит в 16 главе в праздник Йом-Кипур, в день искупления, приводились к входу с Киньи два козла. Бросался жребий священникам, и один козел, согласно этому жребию, приносился в жертву Богу, а на другого священник возлагал руки на его голову, исповедовал грехи всего Израиля. После этого с нарочитым человеком этот козел отправлялся в пустыню. Там он в этой безлюдной пустыне, дикой, отсылался туда, отправлялся, оставлялся там, и там в этой пустыне погибал. Буквально в 10 стихе 16 главы книги Левит говорится, что он отсылается к Азазелю. То есть один козел в жертву Господу, другой отсылается к Азазелю. Кто этот Азазель? Может быть, это бес, обитающий в пустыне, какое-то существо. А может быть, согласно некоторым толкованиям средневековым, имеется в виду какая-то скала. Скала неприступная, откуда не может спастить этот самый козел, или с которой, или на которую, быть может, его бросают, и он погибает. И там становится добычей диких хищных птиц. Можно понимать и так, и так, и то, и другое объяснение, то, и другое толкование содержится в экзегетическом наследии, иудейском и церковном. Синодальный перевод этого собственного имени, а может быть, нарицательного имени Азазель, не содержит. Вот это единственное место в Священном Писании, это книга Левит, 16 глава, где говорится об этом самом козле отпущения. Козле, который отпускался в пустыню, нес на себе грехи всего израильского народа. Раз в год, в день искупления, в Йом-Кипур, совершался этот обряд. Вот отсылался, отсылалось животное с грехами всего Израиля в пустыню, и там погибало в этой безлюдной, безжизненной пустыне. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...